Сегодня я хочу вам рассказать про память, про RAID, про LVM и в конце я надеюсь у нас останется время покажу вам немножко практических примеров работе в линуксе точно память компьютера небольшая классификация у нас память компьютере разделяется вот такая пирамидка наверняка вы видели уже такие картинки в интернете самая быстрая память самая дорогая дальше у нас идет дешевле оперативная самая дешевая жесткие диски ssd дополнительная память по факту без которой компьютер может работать у нас не обязательно иметь соответственно стоимость работы у нас стоимость памяти у нас падает и становится больше но при этом скорость работы тоже падает скорость работы возрастает чем ближе процессор тем быстрее она работает почему мы не можем сделать всю память такой же как процессор да или все оперативку и что-то будет слишком дорого просто нам будет невыгодно поэтому ее стараются делать как в виде такой пирамидки добавляют просто после жестких дисков добавляют кэш добавляют кэш в ВЗУ да там выбирать процессори тоже там да у нас L1, L2, L3 кэш все это кэшируется чтобы просто снизить стоимость компьютера вот у нас дополнительная память сегодня основная лекция у них минусы что у нас вечерная скорость работы относительно недолговечность да что жесткие диски очень часто у нас прилетают плюсы дешевизна и объем соответственно да что за дешево за дешево можем купить очень довольно много памяти дополнительных чтобы побороть нам нашу скорость работы медленную да и побороть нашу ненадежность у нас используется RAID RAID redundant array of independent disk избыточный массив медависимых дисков можно погромче служит для повышения надежности хранения данных или для повышения скорости чтения записи или то и другое зависимости от типа RAID типа RAID у нас что у нас есть стрим чередования зеркалирования когда у нас рейды разделяются по либо по названию есть либо по цифровые наименования второе чередование битов с кода хеминга использования кода хеминга третий контрольный байт у нас на отдельном диске находится четвертый контрольный блок на это еще подробнее расскажу контрольный 4 рейда контрольный блок на отдельном диске и трех контрольный по здесь контрольный блок я тире самый такой один из самых распространенный контрольный блок на отдельном на одном дисках этого не которые будут чередуются в общем он получается не на отдельном диске да а контрольный блок у нас разбивается и чередуется на каждый действий добавляется там дальше тоже расскажу подробнее шестой это rate похож на 5 только там за два для повышения надежности чередование как я уже сказал нас происходит запись сначала на один диск потом на второй и за по очереди рейд 0 у нас не обязательно должно быть два диска может быть больше три четыре пять да ну просто дело в том то что в районе когда добавляем два диска у нас остается емкость одного диска по факту очень накладные расходы но при этом как нет я вас обману почему меня никто не исправил не бойтесь можете задавать вопросы исправлять меня дал я сам что-то понял что сутки вам не то такое рассказываю рейд 0 это чередование мы добавляем два или три диска и у нас емкость больше становится когда есть у нас два диска скрепляем нас емкость двойная и нити да чередованием сразу на два диска или на 3 до 1 до данных на 3 диска и чтение также стрелки с как вы соответственно мы не повышаем скорость чтения скорость записи но при этом очень большой минус у него происходит что надежность падает это даже и меньше чем надежность одного диска получается потому что выход из строя одного из дисков одного диска из массива до выводит из строя весь массив массив из двух или более дисков на которой и мы пишем одновременно на все диски дома с данные а один а два а два а три а три получается это же можем два три четыре диска добавить теряем емкость очень сильно не очень выгодный но довольно надежный массив используется обычно недорогих рейдов да у которых домашних типа ну такие нас и какие-то до этого отказоустойчивый дисковый массив используем кода хейминга хэмминг оске 10 на самом деле не очень распространенный рейд 2 поэтому я сильно много не буду про него рассказывать здесь фишка в чем код хэмминга нам позволяет исправлять одну ошибку и детектировать две ошибки на лету когда вот этот хэмминг код ецц у нас используется очень часто в оперативной памяти серверной например да который мой графики понятно как довольно быстро и мы там очень хотим исправлять ошибки на дисках нам на самом деле это не очень важно потому что на лету зачем нам если у нас выпал диск из рейда за мы его просто поменяли как-то восстановили запись у нас вполне устраивает поэтому рейд 2 не такой странный рейд 3 а ну побольше списано если кому хотите могу потом презентал скинуть на то что я должен рейд 3 похож на рейд 2 тоже с черностью как бы данную черность у нас пишется уже получается на один диск нам не надо столько дисков израсходовать и а он на лету не высчитывает не определяет ошибки на виду вот он при восстановлении но тоже на самом деле не очень распространенный почему потому что получается что нас хоть и пишутся на 3 диска до контрольная сумму пишутся на отдельный диск и соответственно него повышается нагрузка да потому что контрольная сумма хотя бы мы постоянно высчитываем да и мы их высчитываем возможно с задержкой тогда и поэтому на него пишется эти все диски уже записались который сумму пока посчитали он на него все время пишет на один этот бедный диск нагрузка неравномерная и вот эти вот диски выходят из строя на который мы впишем контрольные суммы поэтому тоже не очень хотя бы где конечно меняется может быть да нет ошибки имеется ввиду что при и при чтении при записи ошибки данных потому что он он же данные пытается читать одновременно со всех дисков он понимает что код хейминга это получается да 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 целостность данных 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 да 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 код хейминга позволяет как бы да детектировать эти ошибки исправлять там на лету как при работе а сам по себе код хейминга это контрольная сумма или что код хейминга это что-то такое очень просто мы восстанавливаем контрольную сумму мы же контрольную сумму высчитываем стеклистов контрольные суммы у нас диска 3 вываливается мы вставляем новый контрольную сумму пересчитывать восстанавливаем с диска контрольную сумму аналогично то же самое диск контрольную сумму это сумма вот трех или трех или более или там прямо не знаю как массив что там как раз сохраняться как каждая контрольная сумма каждого пуска данных с трех дисков и они сумеют ну например данные а1 а2 а3 вот а с индексом п это контрольная сумма да это контрольная сумма это контрольная сумма надо да я дальше еще расскажу как это все останавливается и поподробнее остановлюсь может быть я только два не стараюсь из четырех в ради 4 1 1 ну да смотря сколько дисков у вас будет и на самом деле рейд 4 тоже не сильно используется поэтому я думаю не стоит на нем большое внимание я же смотрю просто 5 5 рейд он используется просто ну повсеместно фактически да и на самом деле очень распространенный про него везде вас шутом при устройстве на работу там да или где-то вы что-то вас спрашивает первым делом про 5 1 0 1 5 и уже дальше комбинированные один плюс 0 и 0 плюс один такие самые распространенные рейда на самом деле рейд 5 отказоустойчивый массив независимых дисков со стабильной четкостью просто недостатки всех этих трейдер да про то что я раньше говорил у них четко списалась на один диск да и данные ну вот на один диск было больше нагрузка здесь у нас четкость получается да вот мы пишем а1 а2 а3 четкость пишем на третий диск дальше b1 b2 четкость на второй уже диск у нас а на третий диск у нас данный пишется ну и соответственно как у нас двигается нагрузка на все диски более-менее равномерное получается и такого уже нету что один какой-то диска больше нас пользуется чем все остальные вот недостатки рейда у нас 5 он выдерживает отказ одного диска если у нас выпадает один диск из рейда мы начинаем его восстанавливать ну мы дискоминили до начинаем поставить чистый диск включили его в рейд до сказали там восстанавливайся на все остальные диски да ну как по картинке нас площадь на все остальные три диска ну 2 вылетел на первый на 0 1 и 3 диск ложится очень большая нагрузка и ну с них идет интенсивное чтение дать пересчитывание контрольных сумм и в этот момент по статистике очень часто выпадает один из этих дисков оставшихся и соответственно рейд уже все обычными средствами нам не восстановить потому что все-таки диски имеют свойство такое что выпадать одновременно да потому что мы рекомендуется все-таки покупать диски там одной фирмы одного времени производства там примера да чтоб они там минимально отличались друг от друга то на страна это повышает конечно скорость работы да вот с другой стороны это как бы статистика говорит нам что диски из одной партии так будут уходить из строя чаще там до чем диски из разных партий разных лендеров соответственно поэтому нас придумали рейд 6 рейд 6 выдерживает выпадание двух дисков из рейда потому что у нас происходит расчет двух контрольных сумм вот у нас идут АП и АКУ на два диска и то же самое они идут В1, В2, ВП, ВКУ и также они записываются у нас с чередованием контрольных сумм на разные диски и то есть когда у нас выпадает рейд ну диск получается из рейда выпадает нагрузка он еще выдерживает еще один диск выпадания он спокойно восстанавливается тут еще есть немаловажный фактор что при восстановлении рейда у нас есть так называемые холодные данные данные которые вот для работы системы нам они не нужны по факту ну которым очень редко обращение идет да вот когда рейд восстанавливается мы читаем все данные со всего диска да и пытаемся и восстанавливаем полностью все это копируем на второй диск соответственно в холодных данных у нас где-то может быть ошибка чтения там да или ошибка чтения или записи там ошибка каких-то данных да и соответственно в этот же момент у нас выпадает этот диск из рейда это печально с этим мы стараемся бороться как раз да с этими дисками и с выпадением на самом деле рейд тоже хотел сказать что рейд это не заменяет резервное копирование да что рейд это все-таки он повышает надежность да но резервное копируем все равно никто не отменял соответственно рекомендуется все равно это восстанавливать еще куда-то копировать дополнительно потому что теле потеря данных по статистике это не только отказа оборудования на втором месте стоит у нас ошибка пользователя они зеркопирование не занимает не заменяет не ну можно как сказать можно не пользоваться рейдом если хочешь сэкономить можно на второй диск как бы копировать да у нас по факту получше два диска например там до который один бэкапе у нас там непонятно где на полке лежит до 2 вышел из строя и что с ним диском тоже не знаю проще сделать наверное рейд зеркалирование просто до который мы будем значит они точно порядке еще куда-то сэкапить куда-нибудь в облако или бокс там на на какой-нибудь чужой сервер а это смотря как вы уже систему настроить можно продолжать вот если у нас без рейдов то у нас судьба система да конечно нет ну там смотря как смотря уже дальше сколько как и рейды мы используем да и как на краем систему да продолжать ли работать или не продолжать например когда мы используем ставим ubuntu на рейда на любой она там прямо спрашивает как вы хотите чтобы что я делала да когда рейд падает чтобы я выключалась там пошли чтобы я репуталась там или еще что то ну поведение системы настраивается при деградации рейда соответственно мы там уже дальше настраиваем мониторинг рейда отправку аллертов и емейлов там да админам и всем чтобы там чтобы все быстрее про это все знали и бежали сочинить так про рейд зеркальный сейчас немножко отмотаю хочу вам еще рассказать рейд 2 рейд 1 есть такая да еще очень интересная фишка в зеркале что мы к рейду первому можем добавить так называемый под спирт диск который будет использоваться у нас ну как горячая замена да то есть у нас два диска будет использоваться но постоянно работе находиться до третий диск примеру мы добавляем он помечаем его как хоть спирт он висит системе он виден но мы его не используем очень удобно когда у нас удаленный сервер получается да и если там какой-то деградация рейда вывод диск выходит из строя садмина не надо там ночью вскакивать с постели бежать там быстрее менять диски да он система сама она меняет один диск выкидывает который у нас хоть спирт она начинает на него писать как бы данные автоматически восстанавливаются очень удобно да получается первая причина что не надо туда бежать вторая причина что диски жесткие рекомендуется все-таки хранить не просто на полке да а когда они крутятся когда на них питание подается увеличивать срок жизни и при этом жесткий диск у нас с одной стороны даже если они из одной и той же партии до диски у нас он не используется по факту да значит он свежий чистый как более надежный да и восстановление данных больше начинается быстрее соответственно как бы вероятность потери данных меньше еще очень прикольная тема что мы можем добавить свой спирт из на несколько раз мы можем использовать нужно же системе может быть не только два там диска да и мы можем систему рейд включить не даже не по дискам а по разделам их разбить да и каждому рейду каждому разделу указать что один и тот же ход спирт диск да пошарить на несколько рейдов если один из рейдов выходит из строя мы этот ход спирт используем в том рейде который вышел строю очень удобно это именно рейд и прямом при создании рейда можем или когда уже еще один диск воткнули туда да мы говорим ну вот в линуксе команда mdmdm мы ему говорим тролливали повесить этот диск какой спирт свой мы как потом уже смотрим чем его типа как у нас все это на чем все это основано восстановление да и вся эта четность и поток с этим пор сложение по модулю очень интересная фишка что мы когда считаем можем считать блоками но победку 512 там дали по 4 килобайта мы просто берем ну на двух диск когда допустим у нас три диска на мы считаем там 0 и 0 на 1 0 можно представить что эти вот как бы цифры это как еще один как три диска мы высчитываем эти 0 и единицы так как данные наши правильно и просто высчитываем 0 1 это 1 1 0 все понятно и очень удобно что это и в ту и в другую сторону мы можем как бы за неизвестное принять что этот 0 до что это куда что 0 и 0 все равно даст нам туда вот эти два нуля вот этот то есть неважно какой диск выйдет из строя дамы все равно данные можем остановить помещение по модуль 2 вот например у нас используется рейт 5 вот у нас диск вот спирт 1 до и один диска драйв 6 здесь помечен да как парите просто потому будем там в общем в этот код восстановления конечно как считаем если вы не почитал википедию сначала посмотрел яндекс диск там лекция кстати у меня в конце будет ссылочки тоже да я вам скидал вот очень забавно там вам виктор виктор ашик его зовут да ведущий тогда на яндексе он видимо он не почитал википедии перед лекцией он очень забавно он считал вот этот суток 0 и 0 это 0 0 1 1 и дальше он так вот тоже считает 0 1 это 1 потом 11 0 там да ну в общем вот так вот он все складывал википедия говорит очень забавно если у нас ну как бы не надо тут все считать просто если у нас единичек нечетное количество да значит здесь будет единичка соответственно здесь единичка нечетно значит здесь дальше тоже будет единичка поняда все это высчитывать в общем это википедии полезно считать вот вот мы у нас получается диск мы посчитали дать сумму учетности сумму посчитали до 3 единички нечетная ничка нечетная единичка 3 опять единичка 2 единички четная нолик у нас получается да соответственно дальше у нас выпадает диск 3 примеру да все умер пипец паника все сломалось админом звонят море тут поставил еще галочку звездочку поставить хочу вам тоже чуть рассказать про технологию sct-error recovery control тоже я относительно недавно принял новость честно поведение дисков при выпадении вообще при ошибках на диске как они будут себя вести потому что диск одно делается у нас в рейтинге до или в домашнем домашнем компьютере нам хорошо когда диск даже если какая-то на нем небольшая ошибка чтобы он просто старался и читал 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 там может быть он там через три тысячи лет прочитает что-то там да и в общем это будет для нас смотреться как просто компьютера если у нас в рейтинге она соответственно мне надо чтобы он там сто лет там что-то читал на машину выпал сразу без рейда пускай на прочитать со всех остальных когда поведение соответственно диска совсем другой должен да и это вот если диск поддержит такую технологию это вот тут называется sct-error recovery control этим можно управлять дальше да вот смотрите у нас получилось значит возвращаемся к нашим умершему нашему диску умер диск у нас есть ход сплеер начинаем него восстанавливать да 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 мы считаем опять 3 единички здесь у нас будет единичка до 1 единичка значит здесь единичка до 40 выполняем пишем на ход спеер по факту нас должны быть здесь то же самое 4 единички 0 и единички города то же самое что было на третьем брали 4 4 единички 0 3 единички то же самое восстановили третий драйв можно потом заменить спокойно не париться очень удобно вот эту чуть-чуть расписал направление поведения диска при ошибках называется scc я там ссылку скинул на хаббр там хорошая статья пола все это можно посмотреть с помощью команды смарт-кат-кат-л вылинувся да надо тоже ставить это поможение не стоит и уже смотрим если это есть ну как бы смотрим спорта кт-л минус а дальше наше устройство до dfsd xsd сдается как он определился уже смотрим если у нас что-то присутствует значит у нас поддержка есть если ничего не присутствует поддержки мы не можем управлять ничего просто домашние обычными чести ничего особенного на наверно на перерыв давайте встроим перекур все-таки да и дальше как раз у нас я вам расскажу про комбинированные уровни рейд кроме базовых уровней нуля по 6 существует так называемый комбинированные уровни рейд с названием вида рейд альфа плюс бета надо рейд 1 плюс 0 0 плюс 1 1 5 10 то есть 0 1 ну соответственно получается складывается из нескольких рейдов про и десятый например рейд 1 плюс 0 поставленный рейд 0 составлен из нескольких или хотя бы двух зеркал получается мы рейд 1 плюс 0 чередование зеркал 10 рейд его еще называют очень хороший рейд рекомендуется его использовать для виртуальных машин дает очень хорошие и опции на чтение на запись составляется у нас значит у нас идут рейд 1 плюс 0 он считается получается снизу вверх куда внизу нас рейд 1 на зеркало и здесь рейд а сверху рейд 0 чередование выдерживает выпадение двух дисков из рейда со звездочкой чем со звездочкой да потому что рейда два диска должны выпасть из разных рейдов на максимум один из первого рейда если два диска выпадает из разных рейдов первым нижнего уровня до но нормально живем хорошие он дает очень хорошие опции я говорю рекомендуется для виртуальных машин вот конечно получается минимум 4 диска у нас да и не очень экономично конечно программный рейд я думаю большой разницы нет в линуксе поддерживается 10 по умолчанию 0 1 мало используется но это надо смотреть все рейды на самом деле выбираются и зависимость от ваших потребностей да потому что даже третий рейд например он может вам рекомендоваться если у вас идет потоковая запись очень большая очень вот такие недостатки много чего я уже приносил нехорошего вот если постоянно запись идет третий рейд для вас это для вас надо смотреть все эти рейды все диски все технологии надо смотреть просто к чему будете применять куда не надо брать типа вау 5 рейд передал ректор сказал что 10 рейд зашибись короче давайте себе десятый рейд ставить надо просто смотреть надо почитать как-то для чего он применяется как смотря понимать для чего у вас будет использоваться сервер там да что что вы будете на этих рейдах делать базу данных артуалки просто картиночки строчками складывать программный рейд в линуксе у нас есть такая замечательная утилита md-adm называется поддерживают рейды 0 1 4 5 6 10 создание в одну строчку если дополнительно каких-то параметров нам не надо просто указываем md-adm креет я покажу помощь на практике на виртуальной машине create dfmd 0 название рейда когда в принципе можем в любое клава у наш уровень до рейда там девайса два девайса и указываем название девайса здесь а.б.1 это значит что мы ставим сюда не весь диск до раздел . один нас обозначается раздел в линуксе наблюдение за рейдами смотрим как проконтестат после того как делали рейд делаем файловую систему make of s здесь и xd 4 стоит в линуксе да а.м.д. он зашит ядро или нужен модуль еще дополнительно модуль надо по умолчанию нет вы да по умолчанию нас разные дистрибутивы по каждому собирает свои ядра и поэтому там может быть быть собран ядром как модуль поддержка обычно же ядра низ обычно до ядра же не собирают продакшене просто ставят все вот ядро тоже не занимается это там не да янт и мало кто использует продакшен не можно конечно можно ну типа там оптимизация вся фигня но вниз не не удобно каждый раз гулять хранение в линукс до блоковое устройство мы полностью диски да и сдать т.п. раньше еще обозначались с это типа сапа нас это раньше там можно было а что такое было да сейчас уже практически не не распространены разделы дфс до 1 и до 2 ну циферками до монтирование файловых систем и акции расскажу потому что это можно отдельную лекцию устраивать просто про все это хранение в линуксе не повесить линукс не одну даже разделы монтируем файлики центр остав да там указываем разделчики мы можем монтировать их по имени устройства сдают до 1 и до 2 ее айти уникальный идентификатор посмотреть его можно по блок айди до команды что такая а вот здесь аж да да вот это значит что не саташный диск у нас какой-то раздел там 6 почему рекомендуется монтировать диски по юью айди все таки ну или по метке ну метки никто не заморачивается и и айди смотрите потому что идет за один из до 2 да они меняются вы диски переставили местами поменялось там диск выпал из рейда да у тебя уже да уже может указывать на другой диск даже другой просто гнездо сада воркнули циферки это не значит это не константы когда что не надо на это рассчитывать они всегда будут такими и и айди да он даже показывает на файлы системы следовала недостатки разделов есть недостатки трудно увеличивать уменьшать ну как трудно относительно то что мы конечно можем уменьшить увеличить тогда есть специальные утилиты там все наверно это делали но не так хорошо видимо трудно имеется ввиду по своим собой на голове там делается в одну команду на лету и очень удобно должны быть непрерывными да вот часто с этим сталкивался я даже сам постоянно мы получается у нас допустим два раз три раздела и туда подряд на диске удаляем по серединке раздел мы третий раздел не можем расширить назад когда он должен начинаться вот это мы можем скопировать там и создать раздел скопирую туда данные это данные расширить уже ну раздел на два получается до раздела мы не можем раздел взять и так вот чуть назад увеличить то время все это позволяет на виду привязанных диск неудобно переносить мы не можем взять там сказать этот раздел давай-ка на этот диск и чтобы все эти данные но нам надо сдавать данного раздел копировать данные там да все это долго и неудобно и отвратительно поэтому люди придумали менеджер логических томов в м2 почему 2 потому что 2 сейчас используйте возможность циркалирование чередования можем его использовать как в принципе в принципе да мы можем его использовать как вместо рейда когда-то это не замена воем все-таки у нас немножко для другого придумал не знаю зачем ты сюда сделали но то что он умеет все-таки не стоит создавать из-за его как играть делать от него подобие рейда как бы он не не предназначен для этого да увеличение уменьшение томов это делается просто не на лету уменьшаете увеличиваете то перенос между физическими дисками то же самое вы делаете помню я там что наверное написал там есть команды да там по переносу вы просто говорите что перенести этот виртуальный раздел до его на тот и все он переезжает у вас система работает когда сервер не останавливается ничего все все крутится это и он сам понимает что вот надо переносить данные и постепенно мигрирует с одного диска на другой все он мигрировал и все окей вы диск вытаскиваете вас и дальше так же работает очень удобно моментальные снимки для чтения записи очень хорошая фишка рекомендую очень удобно пользоваться например для если у вас на лвм диске удобно размещать виртуальную машину можем виртуальной машине до указать что в этот лвм диск это будет как ее диск виртуальной машины до нашей и соответственно если мы играемся с виртуальной машиной что-то там делаем какие-то изменения мы делаем снэпшот по факту как он работает тоже почему-то наверное про снэпшоты мало кто рассказывает и не совсем себя понятно становится да как эта работа происходит со снэпшотом снэпшот по факту как как все говорят да снэпшот это снимок мгновенный снимок состоянии lvm если мы делали снэпшот с одной стороны как бы как получается да что мы можем с ним что мы какие-то изменения внесли там да у нас с которого сделали снимок если нам эти изменения не понравились мы можем сделать называется камера дэш данс мерж снимок с этим нашим разделам и дал но свернется на то состояние когда мы и делали снэпшот очень прикольно еще делать мы делаем снэпшот и потом с него мы делаем бэкап потому что snapshot создается вот на мгновенный как-то снимок если у нас идет мгновенный снимок раздела этого если у нас идет большая работа с этим разделом у нас какие-то последние данные пишут какие-то программы там да еще что-то работает и мы с него же делаем бэкап у нас может быть неконсистентность данных то есть если у нас начну как бы уже кусок за бэкап или да потом это же программа туда же записал уже на то что мы забыкапить да ну в общем вы понимаете даже не мгновенно происходит и данные меняются снимок позволяет нам ну как бы мы его сняли на какой-то момент времени и с него спокойно покажется снимок это что такое по факту снимок это просто сим линки сим линки на сам раздел основной с которой мы делаем снимок когда мы делаем сим линки делаем снимок у нас происходит такая фишка называется у нас есть копии копия он в рай да а есть копии а тут бы происходит нас копию и for right нет прайд бифа копии да ты прошел фишку правильно получается и это очень удобно если у нас получается допустим у нас с лвм томом не очень большая работа происходит а не очень много данных используется мы можем снапшотик сделать там на стол там 100 гигабайт до снапшот сделали указали ему 5 гигов потому что мы знаем что медленно с ним до работы происходит мало данных меняется данные поменялись писали снапшот поменяли записались опять да и нам этих 5 гигов хватает там надолго позволяет хранить данные в смысле вместо конец изменений которые внесены были с момента съемки до 55 гигов изменений может так сказать что 5 гигов изменений мы можем сохранить если мы хотим сохранить все да мы делаем снапшот таким же как наш да если то есть в нашем диске все поменялось значит остался ну как бы снапшоте вся предыдущая как конфигурация сохранилась можно очень прикольно со снапшотами играться что в том плане что мы это снапшот сделали потом дальше мы его монтируем эту систему нас уже и мы в этом снапшоте уже что-то делать у нас получилось что по факту снимок той системы с которой мы снимали снапшот да это ну такие уже очень интересные штуки в общем очень много чего интересного можно своему придумать допустим у меня один день вот сколько хороший вопрос у них не биты у них так называемый экстенты у него своя единица данных он задается по умолчанию какая-то циферка что-то типа 12 12 мегабайт нет нас мегабайт у него своя данные да у него они не знаю куда они взялись честно скажу почитать центре и можем рулить куда ну по факту как бы на самом деле не стоит не заморачиваться потому что они по факту они не ограничены ничем а слава богу у меня мак экстенты экстенты у него у него получается да у него как бы экстент это своя единица данных но судя по всему сгибу на экстент был по 12 мегабайт нет значит это было не стандартах он создан при ней создание создание нет экстенты да и не можно управлять при как бы да при создании в этом можете указать там целую кучу параметров все это да и по идее это можно как-то выбирать и это все высчитывается там да там в зависимости от блоков на вашего диска там да чтобы это там же это можно тоже посчитать смещение данных на диске дальше бывает же 512 стандартно да там если больше двух терабайт у вас здесь там уже 4 килобайта у вас происходит да вы высчитываете ну как раньше любили да и оптимизировать эти записки ну эти диски когда вы учитываете смещение чтобы там у вас это попадало там сектор в сектор там да на всех рейдах на всех дисках на этих там и можно это все высчитать но на самом деле как-то не очень сейчас заморачиваются не знаю на самом деле в том плане видимо не дает такого большого прироста до что заморочки эти поэтому создают экстенты по умолчанию не палец продакшен по крайней мере может быть дома можно поиграться терминология влм а да вот своя терминология про экстент мы поговорили да у него своя какая-то тема также и здесь картиночка тоже с википедии картиночка говорят что там только когда вы придумывали вот таком вот виде она так и было нарисованы как-то там называется на по правильному физический волюм физико пв физический том сначала мы добавляем физические тома добавляем нашему лвв дальше мы из этих лввв получают физические тома добавили потом мы из них составили группу томов да ну так же группу томов мы можем когда составляем на этом уровне можем уже выбирать какому там чередованием там да или просто групп потому что не париться создать и все дальше на группе томов создаем логический папа создавали в этой группе томов логический рут юзер холм ворта ну все что мы хотим и на них уже правила системы по факту у нас жесткий диски волки находится правой системы вот у нас такой вот промежуточный слой когда слой абстракции не требует форматирование физически нет можно прямо прямо да мы создали прям ну просто наш жесткий диск мы его добавляем физика волю да не добавляем дальше уже начинаем и форматирование у нас начинается такого здесь когда логический тома если там что-то было стирание опять же не требуется она затрется можно конечно форматнуть но она по факту все равно же данные мы создаем уже разделы здесь и как бы файловую систему и все это все равно запрется полностью эти данные все что у нас там было конечно хорошо если на этих дисках когда не загрузочные были там да еще что там было все это чтобы чисто было ничего лишнего чтобы ничего на них не было и вот здесь вот мы уже начинаем рулить логическими томами да мы можем мрут побольше поменьше сделать да вот на этом слое уже разные файловые системы для удобства да мы можем home создать нам с одной файловой системой рутом другой там да какое-нибудь хранилище там для каких-нибудь видео контента да там другая файловая система файловая система очень интересная штука на самом деле тоже не чуть расскажу просто физически тома физически тома волюм гроб видите получается мы можем поэтому физически тома мы включили только четыре диска у нас до один диск добавили волюм гроб рут в игре да в эти три диска добавили другую волю для удобства администрирования дальше можно составить получается делаем логический тома ну и здесь тоже дал не пожать для данных но залгут мы что-то это все это разбили ремонтировали до 3 а между группами получается нельзя изменять размер правильно то есть внутри группа можно между группами нельзя можно можно а как это выглядит кусок группы то есть получается уйдет да но нам надо оставлять просто что стану что тут можно мы оставляем свободное место просто да и можем а потом на самом деле все управление на самом деле лежит в логических воинку да там вообще никаких проблем нет добавлением данных изменения тактируем и там уменьшение расширения здесь сложнее поэтому надо сразу думать да вообще такой теоретически возможно взять и две группы слить в одну общую группу а потом ее уже как бы улитка мы обычно так и делаем можно а смысл почему сделано именно так они в одну в данном случае в данном случае просто картинка красивая честно скажу да и на самом деле да обычно не делают насколько я сколько я работал с этим делом да совсем делают просто одну большую волюм в рау на все диски да дальше ролик лоджика волюмс да потому что большого я не вижу да там почему именно так а не иначе это может быть есть какие-то преимущества профиталки на когда по группам и разбиваем можно если 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 у нас не типы дисков да и мы создали одну большую группу и лоджика волюмс они будут непонятно где у нас как бы даже а если у нас отдельная имеет смысл для логов просто выделить отдельный который вообще не нужно тоже верно но обычно на самом деле тоже вот физика волюмс мы делаем вот так очень распространена схема когда мы уже физико физический волюм добавляем рейды не отдельные диски мы делаем получается сначала рейд потом поверх рейда лвм это самая такая распространенная схема на самом деле сколько я уже работал с этим совсем делал очень удобно очень удобно рейд например например использовать вот маленькой компании я делал как надо было просто делать шару там попросили не помню сколько попросили по данным ну какой объем данных да там тоже не настолько важно мы как сделали сделали зеркало поверх сделка сделали там два терабайта был два по два терабайта диски были запихнули в один рейд на поверх них сделали также ну как здесь это нарисованы и сделали маленький разделчик на 200 гигов просто и сказали что у нас там на 200 гигов чтобы меньше тратили чтобы человека ну просто на самом деле есть такая-то как психологическая особенность да что чем больше тому канал в интернете больше канал да там сразу смотреть потоковое видео там все качать сразу да там вся фигня также здесь эти два терабайта выделишь они же вот всякими штуками забьют нехороший а так 200 гигов они смотрят а вот место ограничено потом если попросили также хоп расширил на чуть-чуть до начала на них на всех поругался на поле сказал там пылин удалите своих котиков там что там у вас хранится форму не знаю что там все это да потом уже расширил как бы сказал мне же не жалко она не говорит что она там 2 тарабайта запасе 7 сетевыми она умеет не скажу но это интересно мне на самом деле это немножко другая тема потому что для сетевых у нас и другие у нас есть сетевые файловые системы да и там уже немножко другие технологии вот как раз выгодал то есть взять сетевой то есть мы с ней раны не мысль какая была многие предоставляют этим облачные хранилища везти их то есть связать вместе еврей там замешать короче чтобы любой любой момент мог выпасть к примеру она распределял автоматически можно попробовать я не туда принципе наверное нету каких-то да там но это не немножко не для того предназначена да это надо не на лоджика воли сделать все таки да не на лвм можно замутить я не знаю сетевую файловую систему например гластер или что-нибудь что-нибудь еще такое да про гластер может потом вам расскажу интересная тема тоже все умеет и именно это гластер фс именно сетевая файловая система да сейчас она ее купили редхатовцы как небольшая компания занималась скупил сразу просек лично фишка интересная и вот именно вот как раз вот для таких задач получается что она умеет уже на уровне серваков на уровне компьютеров отдельных мы можем компьютеры в зеркала ставить как мы можем рейд сделать самом сервере до плюс еще два сервера запихнуть в рейд как бы чтобы все-то в классе рфс на вода потом еще из глаз рфс сделать какой-нибудь криширующий сервак там со стежками да и все это тоже в классе рфс она будет понимать что это как были скаширующий да это все и в общем там такие можно и надо вот именно такие как бы технологии это немножко все таки для более локальные когда я взял вещи на одном серваке используются ссылки ссылки я потом скинул презентажку тогда и можно под их леди здесь хорошие яндекс лекции виктор по ума зовут я нику ашик интересный вышли и вот этот error recovery control то же самое на хаври сейчас немножко покажу вам как с рейдами работать виртуал очки дэвен почему-то не очень хорошо себя ведет